Всем привет! У нас снова очень интересная винтовка, но как и обычно в Охотник.нет мы про неинтересно и не снимаем. У нас FX, самая новая последняя модель. Это FX Crown. Ну, по виду она ближе похожа на Boss, но не так все просто. Это симбиоз Boss'а с импактом, то есть она включает в себя легкий вес, отличный баланс. И все новые фишечки, которые есть у FX Impact. А именно, сменные калибры, начиная от 4.5 и заканчивая самым большим, вы можете приобрести отдельный ствол и без труда поменять. Как поменять ствол, смотрите на нашем сайте и по ссылке на ютубе можете пройти. И там подробно указано, как кит, то есть ствол-досылатель, поменять на таких винтовках. Ну, мы снимали про импакт, но здесь в принципе все то же самое. Вот, что можно сказать конкретно об этой модели. Это модель в сером ламинате. Очень красивая винтовка. Вот, легкая, потрясающе легкая. Чуть-чуть тяжелее, чем Boss Black Pepper в ламинате. Вот, эта модель, кстати, тоже называется Black Pepper. Из интересного. Здесь два манометра. По одному мы видим давление в резервуаре, а здесь давление, которое нам выдаст редуктор. Оно настроено у нас на 160. Резервуар, как и у всех FX-ов современных, металлокомпозитный. Ну, у Boss'ов он бывает металлический. Вот, но сейчас речь не о нем. Вот, что у нас есть? У нас есть модератор, огромный модератор. Потому что здесь и калибр огромный, конкретно в этой винтовке. Вот, он регулируется. Вот, в двух положениях. Стрелять можно полностью собранным модератором, либо полностью его выдвинуть. Промежуточных делений нет. То есть, производитель указывает технические характеристики, что, вероятно, поломка, если вы будете стрелять вот так, так или так. Вот. Магазин у нас 18-зарядный. Какой импакт. Как заряжать такой барабан, тоже смотрите по ссылке. У нас есть подробный обзор на это. У винтовки полно всяких настроек. Начиная вот с очень качественного спускового крючка. Здесь в разных плавкостях можно его отрегулировать. Вот. Есть два манометра. Здесь у нас скрыт заправочный порт. С квиком. Кстати, у предыдущих моделей заглушки такой не было. Единственное, у импакта была вставлена какая-то прокладочка голубая. Вот. Это у нас предохранитель. И вот такие крутилки. Вот они. Здесь, как мы видим, мощность. Давайте поставим на максимум. И калибр. Вот сейчас поставим на наш калибр. Ну и, собственно, всё. Сейчас выстрелим в хроноту. 247 метров в секунду у нас получилось. Для этого калибра это здорово. Вот. Что касается этой винтовки. Ну, это самая передовая винтовка. Она появилась весной в России. С 2018 года. Вот. Уже круче этих винтовок, наверное, нет. Пока нет. FX, я думаю, придумают что-нибудь такое. Ну, винтовку заветуем всё-таки людям, которые разбираются в PSP. Вот. Не новички, скажем так. И люди, которые аккуратно будут пользоваться. Потому что у винтовки много ограничений. Много различных настроек. И много чего можно сломать из дуру. Так скажем. Вот. Что касается заправки винтовки. Ну, есть три способа, как мы уже говорили. Это баллоны, компрессоры и насосы. Насосом качать долго. Насосом качать тяжело. Баллон. Ну, возить с собой баллон. Он, в принципе, взрывоопасен. И всегда нужно иметь рядышком заправочную станцию, МЧС. Или дайверскую какую-то сеть. А наши компрессоры, в особенности портативные. Которые весит всего 5 килограмм. И размером с малюсенькую коробочку. Быстро, без труда заправляют эту винтовку. От аккумулятора автомобиля. От сети 220 вольт. И не нужно потеть. Особенно сейчас летом в жару. Трудит с насосом, заправляя эту здоровенную колбу. Которую хватает на много выстрелов. Винтовки, компрессоры. У нас есть все в наличии. В магазине Охотника.нет.